Первокурсница Серафима Рунова изучает продукты питания, которые изготовлены из растительных ингредиентов. Специальность необычная и, по мнению девушки, может помочь, например, в предпринимательской деятельности. Об открытии своего дела курянка задумалась всерьез, поэтому старается расширять кругозор и изучать языки, тренирует память. Я планирую идти дальше и не быть простым поваром или кондитером, а уже брать международные масштабы и делать продукцию не только для России и для своего города, а, к примеру, отсылать свои вкусные булочки за границу в Америку. Чтобы общаться с партнерами по всему миру, важно знать не только диалекты разных стран, но и изучать языки, которые люди создали искусственно. Например, эспиранта, считает курянка. На нем теоретически могут говорить люди разных наций. Об этом студентка рассказала участникам конференции в своем докладе. Искусственный язык создан для помощи в фильмах, книгах, чтобы не учить там языки естественные, то есть тот же самый английский, а знать, к примеру, эспиранту. На него довольно мало времени уходит, чтобы понять, ну и тем более он лиричный, даже на него переводят песни. Отдельно на конференции поговорили о предпринимательстве, о том, как бизнесмены успешно работают в Курской области и как им в этом помогает региональное правительство. Рассказали представители профильного министерства. Спикеры отметили, благодаря господдержке в Соловьином крае регулярно проводятся разные конкурсы, направленные на продвижение местных брендов. Предполагалось собрать со всей страны всего лишь тысячу заявок для продвижения таких брендов, региональных брендов. Но регионы настолько заинтересовались, что было принято агентством 5000 заявок. Из них нашим регионам было подано 20. Предполагали финалистам это продвижение на маркетплейсах, различные меры поддержки и продвижение в соцсетях. Региональная конференция – лишь часть обширной программы профессионалитета. К федеральному проекту Курская область присоединилась в этом году. В его рамках на базе среднеспециальных учреждений открываются мастерские. Для ребят также организовывают экскурсии на предприятия региона. Экскурсии организуются и открытые занятия не только для студентов, обучающихся по профильным программам. Для участия в этих экскурсиях также привлекаются школьники. Именно на предприятии им показывается технология производственного процесса. Ну а дальше уже ребенок понимает, куда он должен пойти учиться, чтобы потом прийти работать на это предприятие. Перед теми, кто выберет профессионалитет, откроется масса преимуществ. Это бюджетные места в образовательных учреждениях региона. Больше практических занятий в учебной программе. И главное – гарантированное трудоустройство. Федеральная программа поможет ребятам освоить именно те специальности, которые сегодня необходимы рынку. Анастасия Давыдова, Антон Латышев. События дня.